всем привет это скринкасты меня зовут ваню ляев сегодня мы будем искать точки роста в продукте сначала пару слов обо мне я люблю много есть поэтому хожу в тренажерный зал также я работаю продуктовым аналитиком данных в компании delivery club однажды кстати я настолько увлекся работой что забыл поздравить собственную маму с днем рождения и так как эмоции еще не прошли не остыли я решил что отличная идея будет сегодня немного возместить этот ущерб вот этими прекрасными шариками которые на протяжении всей программы вы будете видеть ну а теперь когда вы получили идею о том какой я человек давайте немного расскажу о том чем такой человек может заниматься по жизни зачем нужна аналитика данных аналитика данных выполняет две роли в бизнесе она помогает бизнесу принимать решения основанные не на интуиции она данных и также аналитика это одно из ключевых звеньев в поиске новых точек роста для бизнеса в целом точки роста можно искать двумя способами можно идти вширь можно идти вглубь о чем тут речь когда мы идем вглубь мы работаем над повышением качества уже существующего продукта мы занимаемся оптимизацией текущих бизнес-процессов второй вариант этот охватывать новые рынки и новые аудитории и это уже горизонтальный рост сегодня мы совместим два этих подхода потому что в нашей задаче мы будем выводить на рынок новый продукт пользуясь уже существующими ресурсами нашего бизнеса и теперь наверное вкратце стоит рассказать о том что именно мы сегодня будем анализировать сегодня мы будем копаться и анализировать данные одного из аналогов амазона который находится в бразилии эти данные находятся в открытом доступе их может найти каждый на сайте kegel.com это сайт где лежат какие-то кучи всяких данных и вот этот marketplace любезно нам их предоставил о чем эти данные представьте алиэкспресс или amazon что это такое по факту эта платформа которая предоставляет для маленьких продавцов возможность продать какие-то свои товары у каждого продавца может быть своя логистика свои цены своя политика но все они работают под флагом алиэкспресс чем-то напоминает delivery club где есть рестораны которые все тоже агрегируются в рамках одной платформы именно поэтому я и выбрал такие данные потому что я тупой я кроме того что чем я занимаюсь на работе больше ничего анализировать не могу так что давайте начнем чем же мы сегодня будем заниматься бизнес постановка задачи у нас следующая к нам приходит бизнес и говорит как ты знаешь чувак мы marketplace и у нас есть много магазинов у каждого своя доставка кто-то с ней грешит у кого-то все хорошо но сейчас мы решили на рынок выводить нашу собственную логистическую службу она работает стабильно неплохо и наша задача сейчас найти ключевых партнеров те магазины которые от этого получат наибольшую выгоду и чтобы мы тоже получили от этого наибольшую выгоду и вот именно на этом моменте ваш начальник говорит что я пошел в магаз уходит и вас этим оставляет ну и потом telegram еще отправляет что если через два дня не будет готова мы тебя уволим нахер давайте теперь подумаем как мы можем в этой ситуации быть что нам нужно сделать чтобы заказчик был доволен он запускает логистическую службу нам нужно найти те магазины на нашей платформе которые будут в этом заинтересованы в сотрудничестве с нами и при этом от договоренности с которыми мы получим наибольший результат ну первое что приходит на ум когда мы говорим о перформансе логистики это то насколько много магазины опаздывают давайте именно это мы сегодня и посмотрим это кстати сайт delivery club а нативная интеграция а вот это уже код давайте к нему и приступим ну что ж так как данные мы взяли с открытых ресурсов они уже скачаны на мой компьютер вы можете сделать то же самое просто импортируем библиотеку с которой мы будем все это работать это pandas любой человек который работал с данными с незнаком если нет то вам это неважно сейчас загружаем все данные загружается за две секунды потому что у меня мощный компьютер спасибо моему начальнику который мне его дал что же давайте начнем какие данные вообще у нас есть данных на самом деле до хрена и мы не будем сейчас говорить про все поэтому потому что это займет много времени и по факту нам нужно только конкретные кусочки буду про них и говорить у нас есть заказы у каждого заказа должно быть понимание какой магазин его доставил и это мы тоже сможем получить с помощью склеивания нескольких таблиц также чтобы потом визуализировать это как-нибудь мы узнаем где находится каждый магазин мы подтянем данные о координатах каждого магазина и последнее что нам осталось теперь это склеить каждому заказу информацию о том насколько этот заказ опоздал мы можем это сделать по одной простой причине если мы взглянем на табличку заказов и посмотрим на эти данные мы увидим здесь два две важных колонки первое это когда заказ был куплен то есть когда человек оплатил свою покупку это нет это кстати нам не важно нам важно то когда он был доставлен человеку фактически и то когда его обещали доставить если вот эти два значения теперь между собой отнять то получим как раз таки время которое отличается от ожидания если это время положительное значит это опоздание ну в принципе это выглядит вот так то есть мы одно вычитаем из другого получаем количество дней насколько заказ опоздал либо приехал раньше вот мы сейчас видим что у нас очень много случаев когда он именно приехал раньше нас будут интересовать именно кейсы когда он опоздал но об этом мы говорим попозже теперь давайте создадим новую колонку где мы запишем вот именно вот эти вот данные и теперь у нас в нашей вспомогательной табличке следующая информация заказ и опоздание давайте с этим и пойдем дальше в принципе для полного счастья нам не хватает только одного информация о том какому магазинам принадлежит каждый заказ чтобы эту информацию потянуть на самом деле большого труда не надо надо просто склеить последовательно несколько табличек и вся информация потянется мы просто сейчас посмотрим какие таблички нам нужны вот наша табличка мы видим что есть табличка где для каждого заказа есть свой продавец мы видим что у каждого продавца есть zip код это как индекс и у каждого индекса словарике лежит координаты где этот индекс находится и вот если мы вот по такой последовательности склеим эти таблицы и возьмем только то что нам нужно мы получим вот следующий результат а коде я кстати особо не заикаюсь потому что на самом деле здесь ничего сложного нет и если вам это понадобится вы это поймете это недолго самое важное то зачем мы это делаем они то как мы это делаем вот собственно наш результат заказ магазин то где магазин находится и насколько заказ опоздал все вот на этом можно остановить наш сбор данных и приступить уже к расчетам приступая к расчетам давайте вспомним тот момент что у нас есть отрицательное опоздание которые по смыслу нам никакой информации не дают нам не важно если заказ приехал раньше своего времени нам важно если он опоздал поэтому заказы которые приехали раньше мы будем интерпретировать что у них было нулевое опоздание это делается в одну строчку мы просто все отрицательные опоздания заменяем на нули это нам нужно будет чтобы более корректно посчитать среднее значение для каждого магазина давайте еще раз глянем на данные теперь у нас вместо отрицательных будет нули и опоздание будет только у тех кто реально вот именно опоздал ну что же давайте теперь для каждого магазина посчитаем две метрики ну как количество заказов этого магазина и среднее опоздание на один заказ то есть сколько на один заказ приходится дней опоздания это делается несложно вот буквально этот кусок кода это нам сделает давайте также заменим колонки на человека читаемые все программисты сейчас ликуют когда видят название переменах на русском языке ну и вот теперь у нас вот такая вот история табличка где собран магазин количество заказов в нем и среднее опоздание ну и также я координаты магазина вместе с собой и пронес получается что теперь мы можем как-то с этим уже дальше работать имея перед глазами такую табличку давайте задумаемся о том что нам нужно почитать чтобы оценить скажем эффект влияния конкретного магазина на всю нашу платформу с точки зрения опозданий но первое что приходит в голову это посчитать сколько в сумме на опаздывал магазин нашим клиентам и собственно клиентам этого магазина теперь имея перед глазами информацию о том сколько заказа было в конкретном магазине и сколько в среднем опаздывал заказ мы можем как-нибудь оценить эффект суммарный эффект каждого магазина на всю нашу платформу по сути мы можем посчитать сколько в сумме на опаздывал магазин нашим клиентам с точки зрения всего нашего маркетплейса для этого давайте просто перемножим количество заказов на то сколько среднем опоздал заказ вот мы это делаем в одну строчку давайте теперь вот по этому новому полю отсортируем и теперь у нас в топ выбиваются магазины в которых в сумме опоздания было больше всего то есть в сумме дни опозданий там было больше всего о чем это нам говорит по сути вот в таком виде можно подумать что табличку уже можно отдавать бизнесу ну что ж мы нашли магазины которые сильнее всего на нас влияет с точки зрения опоздания какая здесь будет проблема если вы сейчас в таком виде и и отдадите то ваш бизнес придет договариваться с магазинами и может произойти следующая ситуация он приходит к магазину в котором было очень много заказов и суммарное опознание там в топе поэтому к нему и пришел мы ему предложили такой магазин но проблема в том что вот именно из-за огромного количества заказов вот эта сумма и складывается а вот в среднем на заказ опаздывает очень он мало о чем это говорит что логистика у него на самом деле очень хорошая просто массовость вот дает эту погрешность если мы со своей новой доставкой придем к нему мы просто не сможем объяснить зачем ему нужно менять его хорошую доставку на нашу может быть хорошую а может быть даже и не настолько хорошую с другой стороны если мы сейчас просто отсортируем по полю среднего опоздания то есть потому сколько в сумме не сколько в сумме опоздал магазин а сколько он в среднем опаздывает давайте это сделаем и мы увидим что тогда в топе будут магазина где был один заказ три заказа два заказа да это магазина где очень много опоздания но там всего один заказ и бизнесу такое неинтересно ему нужны большие партнеры чтобы сразу нарастить обороты они идти и бегать по маленьким магазинчиком где один заказ опоздал на полгода и мы сейчас будем ему объяснять что ему нужна служба доставки да наверное у него даже свои нет раз он на полгода опоздал наверное пешком его доносил поэтому это нам тоже не подходит давайте теперь подумаем о том что же нам может подойти еще раз резюмируем то что мы знаем бизнес нам сказал он продвигает свою службу доставки и он обещает нам что она будет работать как минимум не хуже чем среднем по рынку а скорее всего даже лучше ну всяким хваливно словам мы конечно же не верим но будем надеяться хотя бы на то что наша служба доставки будет работать не хуже чем среднем по рынку давайте теперь подумаем а что если мы возьмем средний показатель опаздываемости по рынку воспримем это как показатель того как будет в худшем случае работать наша доставка то есть ее минимум и дальше будем сортировать магазины потому насколько ниже они от среднего значения но при этом мы будем сортировать не по самой этой разнице в коэффициентах то есть среднее опоздание потому что тогда у нас все равно будут магазины типа где было три заказа мы будем уже сортировать по абсолютным значениям то есть сколько в сумме опоздал магазин сколько в сумме он бы опоздал если бы работал с нашей службы доставки если мы теперь вот эти два абсолютных значения друг от друга отнимем мы получим эффект который каждый магазин приобретет от работы с нашей службы доставки такой подход будет понятен как бизнесу так и партнером с которыми он придет договариваться давайте это и реализуем первое что нам нужно сделать это посчитать средний показатель опаздываемости по рынку для этого мы можем просто сейчас взять колонку среднее опоздание и по ней посчитать собственно само это среднее но если мы это сделаем именно в таком виде в котором я только что сказал я даже это продемонстрирую сейчас то мы получим среднее которое будет учитывать в себе магазинчики вот типа таких маленьких и какой нам смысл включать в среднее магазин где всего был один заказ и где вот это вот его якобы среднее по факту формируется из одного заказа который просто выбивается из общей картины нам такие выбросы не очень интересны поэтому тут есть два похода либо считать взвешенное среднее либо ну что еще проще мы просто отсечем магазина где заказов было мало чтобы остались только те магазины где вот это вот среднее значение будет репрезентативно давайте это сделаем но мы вот так отсекаем эти магазины тут остаются только магазины где в целом количество заказов позволяет говорить о том что показатель средней опаздываемости в целом репрезентативен поэтому вот именно так мы посчитаем среднее и получим среднее которое на кстати 10 сотых будет отличаться от того которое мы бы посчитали не учить не учтя вот именно этот момент все это финишная прямая теперь нам осталось только посчитать метрику сколько мог бы опоздать в сумме магазин если бы он пользовался нашей службы доставки с точки зрения данных это означает что мы вместо средней опаздываемости самого магазина на заказы будем умножать среднюю опаздываемость по рынку вот мы ее считаем получаем теперь вот такую новую колоночку типа у нас теперь есть сколько опоздал сумме и сколько мог бы опоздать если мы одно из другого сейчас вы сейчас вычтем то мы получим сэкономленные дни вот мы их получаем давайте отсортируем по сэкономленным дням наши магазины и выведем вывожу топ-5 чтобы выдача не была длинной что здесь произошло теперь у нас есть колонка которая говорит реально о том какой эффект получит каждый магазин от приобретения нашей службы доставки и именно вот в такой приоритизации кажется бизнесу будет наиболее выгодно работать с партнерами и договариваться поэтому мы приходим к бизнесу и говорим что чувак тебе надо в первую очередь идти в магазин 4a 36 ну там хэши это все засекреченные данные вот в этот магазин нужно идти потому что тут сам магазин сэкономит больше всего дней с точки зрения опозданий и нам как для нашего маркетплейса от этого будет наибольший прок потому что тогда мы снизим среднюю опаздываемость нашей платформы наибольшим образом очень понятной интерпретации в целом вот в таком виде реально можно отдавать тут разве что есть один момент что порой выводы не так легко показать виде например таблицы и имеет смысл как-то визуализировать в этом плане в аналитике очень много подходов к визуализации можно строить всякие графики которых вообще великое множество можно данные как-то изобразить на карте вот сегодня мы сделаем именно это как я сказал не особо нам это и нужно но это красиво и не зря же я весь скринка стянул с собой эти координаты несчастные для магазинов поэтому сохраняем нашу табличку и загоняем ее в сайт kepler.gl это веб-сервис который поможет нам это визуализировать добавляем сюда данные они у меня вот здесь лежат и вот мы видим что каждая точка это магазин на карте бразилии потому что мы исследовали бразильский аналог амазона ну что теперь можно сделать ну так для красоты можно изменить цвет поставить зеленый что типа чем зеленее тем как бы больше выгода для нас и для них тоже и наверное что мы еще изменим это это да ничего мы больше не изменим мы просто сделаем вот так чуваки но приходим к бизнесу и говорим чуваки вот вы как вы знаете это все наши партнеры а теперь я такой крутой я сделал свою работу которая заняла мне кстати не так много времени и теперь я могу сказать с кем вам реально в первую очередь стоит договариваться сортируем просто по этому полю и потихоньку убираем магазины где потенциал от этого разговора от этой договоренности будет меньше вот так мы их убираем и в какой-то момент пропадают практически все магазины кроме оставшихся единиц давайте оставим буквально несколько магазинов где потенциал как минимум 400 сэкономленных дней опозданий и теперь их немного увеличим потому что скорее всего это слишком мелко ну вот оно и при этом мы видим что из вот этих вот четырех ребят вот это вот вообще самое крутое в первую очередь надо будет ехать в белый горизонты но ехать если чувак не знает что такое зум вот ну и в целом вот на этом наверное все теперь давайте подведем краткий итог нашей сегодняшней встречи сегодня мы получили от бизнеса новую бизнес задачу и смогли ответить четко на нее на основании данных мы предложили бизнесу те магазины эффект договоренности от которых был будет максимальным ну и параллельно все это показали как это все на самом деле делается если после этого видео вы обрели идею о том что такое аналитика данных и чем она может быть полезна а возможно это видео стало отправным пунктом вашего интереса к аналитике то я буду самым счастливым человеком на этой земле ну а на этой позитивной ноте давайте заканчивать сегодня с вами был ваня уделяев продуктовая аналитика из delivery club это были скринкасты подписывайтесь на канал и кстати мам с днем рождения